3 июля слонимчане ярко отметили День независимости Республики Беларусь, а еще День города. Прошло множество различных мероприятий во всех частях слонима. Основные события разворачивались на стадионе юности в городском парке, однако обо всем по порядку. Начался праздник, уже ставшим традицией в нашем городе, шествием трудовых коллективов от райисполкома к Вечному огню. Затем состоялся митинг, на котором выступили официальные лица, а также ветеран Великой Отечественной войны. «Дорогие слонимчане, будьте ближе друг к другу, уважайте друг друга, любите своих близких и родных людей, когда наши общества станут крепче, когда мы станем независимыми в нашей родной снеоке Белоруссии. С праздником вас, дорогие слонимчане! Пускай какой светлый день, как сегодня в этот праздник, будет в вашей жизни всегда, в жизни ваших детей, внуков, родных и близких. С праздником вас! Я желаю вам мира, добра, здоровья, благополучия вашим семьям, замечательного настроения. Пусть все ладится, пусть все получается. Пусть вас ждут только успехи в ваших добрых начинаниях, но благо развития и процветания нашей любимой Белоруссии. С праздником! Край, любимый мой родный, ты навеки свободный, за тебе мы набислишься, чтоб ни воли, ни воли, где бы не был неволи, чтоб вечно прекрасный нас вечно учтил. С праздником, уважаемые, веков вам здоровья, счастья, мирного неба! Многочисленные слонимчане, как представители власти и трудовых коллективов, так и обычные люди, возложили венки и цветы к памятнику героям Великой Отечественной. Многочисленные слонимчане, как правило, счастье к памятнику героям Великой Отечественной. Далее слонимчане проследовали на Стадион Юности, где всех их ждало трехчасовое представление. В этот день мэр города вручил награды лучшим руководителям нашего района. Наградить благодарственным письмом председателя Слонинского районного исполнительного комитета за многолетнюю добросовестную работу, активную общественно-политическую деятельность, достижение высоких показателей в труде, профессионализм, ответственность и в связи с Днем независимости Республики Беларусь Адамчика Николая Александровича, директора Государственного учреждения культуры Слонинский центр культуры и отдыха. Витковскую Ирину Альбертовну, директора Открытого акционерного общества «Белая ромашка». Иванову Нину Степановну, директора Государственного учреждения образования «Средняя общеобразовательная школа номер 5 города Слонима». Малафея Леонида Константиновича, директора Государственного учреждения «Детско-юношеская спортивная школа номер 3 города Слонима». Акулика Михаила Васильевича, директора унитарного дочернего предприятия «Слонимский винодельческий завод». Винчук Аллу Васильевну, председателя Большешиловичского сельского исполнительного комитета. Протопопову Наталью Борисовну, заместителя главного врача по медицинской части «Учреждения здравоохранения» «Слонимская центральная районная больница». Рыжака Юрия Павловича, директора Открытого акционерного общества «Строительное управление» номер 187. Савицкого Валерия Геннадьевича, директора Слонимского районного узла почтовой связи. Гродненского филиала республиканского унитарного предприятия почтовой связи «Белпочта». Смоглея Михаила Константиновича, председателя сельскохозяйственного производственного кооператива «Мижевичи». Супруна Виктора Викторовича, главного агронома сельскохозяйственного производственного кооператива «Дружба.Агро». Тихановича Ивана Владимировича, директора Открытого акционерного общества «Слонимский агросервис» Гродненского унитарного предприятия «Облсельхозтехника». Харитончика Николая Павловича, директора дочернего предприятия «Слонимская МПМК-163». Яговдик Ольгу Аликовну, директора государственного учреждения образования «Синьковщинская детская школа искусств». На празднике приветствовали почетного жителя Слонима, известного скульптора Ивана Миско, а также друзей нашего города, делегации из городов-побратимов Торжка, Малитая, Огре и Августова. На этом официальная часть закончилась. Далее гостям предложили самое разнообразное представление. Первой на сцену вышла арт-группа «Белорусы», которая подарила всем зрителям замечательные хиты всех времен и народов. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Новинкой для города стало театрализованное выступление с участием белорусских рыцарских клубов. Бояры готовы! Битва! В вашей вазе проставляется классичный бой «Щит-мечт!» Бояры обмениваются активно ударами. Олег Акульштор, вот один удар прошелся по крыжаку. И отремал удар от чувальный вояр Великого князства Литовска. Пан Олесь! Подтремайте пана Олеся! Пан Баслов Стиславский! Ну а режьте, пан Баслов Стиславский. Креху реабилитовался. На некоторых этапах Йон Низусиму Далов выступал Лизарас Йон Фельми Пастякова. Учащиеся девятой школы, кадеты, а также их педагоги, представили реконструкцию исторических фрагментов под названием «43-й год». Продолжение следует... В рамках празднования Дня Независимости состоялся плацконцерт барабанщиц и военного духового оркестра. Как всегда, зрелищную часть программы открыли показательные выступления разведбата, а также сотрудников МЧС. День Независимости Удивили слонимчан своим мастерством шоу-театр Кресева из Минска. День Независимости День Независимости Красивой, яркой и жирной точкой праздниц на стадионе «Юность» стало выступление артистов с программой «Кабаре-шоу». День Независимости После обеденной части Дня Независимости в слониме началась в 18.00 в городском парке, где многочисленных зрителей развлекали солисты РДК Диана Лугина, Искуя Болян, Лариса Грибалева, цыганский ансамбль «Джипси-бэнд». Другая жизнь в твоих глазах Другая жизнь в твоих словах Иду вперед, смотрю назад, а в сердце снега падает Ты покажи мне снова надзвезды с неба на крыше Слышишь, как утром в сердце чуть еле дышит Слышишь, как замирает солнце в лопатах Это всё, что мне надо Ты расскажи мне, как ты скучаешь Если меня нет рядом Как замирает сердце одним лишь взглядом Но это всё зря Если со мной не ты Если с тобой не я Панк Музыка Встретили праздничный фейерверк слонимчане вместе с нашей землячкой Ольгой Змурщик, а также ее подругой певица Анной Благовой. Подробные видеоотчеты программы празднования Дня Города, а также Дня Независимости Республики Беларусь вы увидите в ближайшее время на Слоним ТВ.